Вероятнее всего, первым фура протаранила микроавтобус. Он пострадал больше всего и вместе с большегрузом оказался в кювете. Мужчина, водитель и две женщины-пассажирки погибли на месте. Обстоятельства ДТП сейчас на месте выясняются. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля двигался со стороны Тамбова в сторону города Москва. В результате, также по предварительным данным, скорее всего, уснул за рулем, совершил столкновение с возможными транспортными средствами. Троих пострадавших госпитализировали в больницу. Один из госпитализированных скончался. Реанимационные мероприятия, увы, не помогли. Двух других пострадавших вертолетом санавиации доставили в ОКБ. За их жизнь борются врачи Центра медицины катастроф. Сразу извещение поступило в территориальный Центр медицины катастроф. Была направлена реанимационная бригада на санитарном вертолете. В кратчайшие сроки двое пострадавших, наиболее тяжелых пострадавших, были эвакуированы в Рязанскую областную клиническую больницу для продолжения лечения и оказания специализированной медицинской помощи. В настоящий момент пациенты находятся в областной клинической больнице. Проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Пациенты проходят лечение в отделении реанимации интенсивной терапии. На место аварии выезжало руководство регионального управления МВД. Туда же прибыл и прокурор Михайловского района. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела. На место происшествия выезжал прокурор Михайловского района Виталий Мартынов, которым координировалась работа правоохранительных органов по установлению обстоятельств ДТП. А также в настоящее время контролируется ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП. По факту смерти людей в автокатастрофе под Рязанью полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Детей среди пострадавших смертельной аварией нет. Предварительная причина – водитель фуры уснул за рулем.